Пока девочки прихорашиваются, юный атлет испытывает детсадовский спортинвентарь. Дома такого нет. Будущие воспитанники дошкольных групп, открытых при 78-й школе, знакомятся с местными игрушками друг с другом. Родители радуются появившейся возможности отдать ребенка в детский сад. Мы стояли в другой садик, но очередь не подошла, когда нам исполнилось три годика. На работу, понимаете, надо выйти. И здесь открылся садик такой замечательный при школе. Потом пойдем в эту школу. Здесь школа искусств есть замечательная. В общем, мы очень рады. И ребенок тоже ждет этого открытия, ждал, чтобы поскорее пойти с детками, потому что дома скучно ему. Две группы на 54 человека ждут своих воспитанников. Кроме обычных игровых и спальных, есть сенсорная комната или комната релаксом, где каждые вещи, сама атмосфера способствуют развитию и расслаблению ребенка. Группа находится в здании работающей школы, но ни звонки, ни гул перемен не смогут нарушить тихий час малышей. Отдельное крыло. Здесь нет никаких ни звонков. Группы изолированы полностью. Никакого общения с детьми, которые учатся в школе, дети не имеют. В этом году в Самаре создано порядка 2200 мест в детских садах. Это стало возможным за счет строительства новых садов, открытия групп в уже существующих и новой практикой дошкольной группы при школах и центрах дополнительного образования. У нас сегодня очередность детских садов ликвидированы. В актуальной очереди у нас находится ноль человек. Но, конечно, это не означает, что потребностей нет. Есть районы, где очень много детей, которые уже с трем годами подбираются, так скажем, и с января, с февраля месяца нам надо будет и их тоже, для них тоже находить места в детском саду. Но все равно в целом вот эта острая проблема, она уже, конечно, на сегодняшний день решена. До конца года в Самаре откроются еще две дошкольные группы в центре дополнительного образования «Крылатый». А в следующем году свои двери распахнут три детских сада. Сейчас они находятся на реконструкции. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События.